Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Пшатов Владимир Владимирович, заместитель начальника Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию урок воинской славы. Приказ стоять насмерть. 80 лет назад, 17 июля 1942 года, развернулись сражения в Большой излучине Дона. Началась Сталинградская битва. Ночью 12 июля 1942 года командующему Юго-Западным фронтом маршалу Тимошенко пришла телеграмма из ставки Верховного Главнокомандования. Юго-Западный фронт был преобразован в Сталинградский. В результате еще до первых боев на дальних подступах к Сталинграду было положено начало новому этапу войны. После победы под Харьковом в мае 1942 года фюрер приказал разделить группу армий Юг на две группировки. Группа армий А под командованием Листа должна была продолжать начатое вермахтом движение на Северный Кавказ и захватить месторождение нефти около Грозного и Баку. Группа армий Б под командованием Бока должна была продвигаться на восток в направлении к Волде и Сталинграду. Захват города на Волде позволял немцам перерезать жизненно необходимые для Советского Союза водные и сквопутные коммуникации, которые соединяли центр с югом России. Создать серьезные проблемы со снабжением и пополнением противостоявших им советским войскам. Надежно прикрыть левый фланг группы армий А. Сам по себе Сталинград был крупным индустриальным центром. Его потеря наносила удар по оборонному потенциалу СССР. Летнему наступлению немецких вооруженных сил было присвоено кодовое название «Фальблау». 6-я и 17-я немецкие армии, 1-я и 4-я танковые армии разгромили войска Брянского фронта «Севернее» и войска Юго-Западного фронта «Южнее Воронежа». Вермахт устремился к Дону. Однако Красная армия смогла удержать левобережную часть Воронежа и закрепиться на рубеже реки Воронеж. Вермахт не смог продолжить наступление на этом направлении, так как все основные силы были направлены на Сталинградское направление. Советские силы откатывались на восток и юг. Ставка не только переименовала Юго-Западный фронт в Сталинградский, но и перенесла штаб в Сталинград. Первым командующим фронта стал Тимошенко. Действовавшие в составе Юго-Западного фронта 9-я, 28-я, 29-я и 57-я армии были переданы Южному фронту, а 21-я и 8-я воздушная армия Сталинградскому фронту. Новому фронту подчинили 63-ю, 62-ю и 64-ю резервной армии. В результате для восстановления целостности фронта в сражении вводилось сразу более 220 тысяч солдат. Кроме того, фронт получил ряд артиллерийских, минометных, бронетанковых и инженерных соединений. Василевский сообщил начальнику штаба фронта Болдину о переброске на Сталинградское направление ряда артиллерийских частей, 8 отдельных танковых рот, 8 авиаполков, 4 дивизиона бронепоездов. В Сталинградский фронт получил задачу силами 62-й и 64-й армии, 2-х морских стрелковых бригад, 8-ми артиллерийско-пулеметных уровских батальонов, курсантов 8-ми училищ, прибывающих с Северного Кавказа, занять в Сталинградский рубеж западной реки Дон и стоять насмерть. 63-я и 21-я армии должны были не допустить форсирования немцами Дона. Командующий 62-й армии получил приказ на занятие оборонительных позиций на дальних поступках к Сталинграду примерно за день до учреждения Сталинградского фронта. Командарму приказали снять части с позиций на Сталинградском обводе и укрепить Сталинградский рубеж. В этот период в войсках Юго-Западного фронта находился член Государственного комитета обороны секретарь ЦК Маленков. Он занимался кадрами и отозвал из Москвы начальника главного автобронетанкового управления Федоренко. Прибыв в Сталинград, Федоренко начал подготовку танковых соединений к предстоящему сражению. 17 июля Федоренко направил в Ставку план к переформированию танковых бригад. Из состава Юго-Западного фронта в распоряжение Сталинградского фронта передали 21 танковую бригаду. Из них только три оставили на фронте, а 18 направили на переформирование. Шесть бригад отправили в Сталинград и 12 в Саратов. Таким образом начали создавать резервы, которые скажут свое слово во время обороны Сталинграда. Оставленные в Сталинграде танковые части бросили в бой в августе 1942 года, а в Саратове в сентябре. С Северного Кавказа к Сталинграду стали перебрасывать танковую бригаду в связи с резким ослаблением танковых войск Сталинградского фронта. Кроме того, Федоренко запретил отправлять танки со Сталинградского тракторного завода на Кавказ. Теперь весь выпуск Сталинградского тракторного завода шел в Сталинградский фронт. Восстанавливаемые бригады. Также по решению Федоренко в Сталинграде был оставлен учебный автоберонетанковый центр. Командование Сталинградского фронта довольно трезво оценивало ближайшие перспективы развития боевых действий. 14 июля в Денштаб было отправлено донесение, где предполагалось, что группы армий А и Б нанесут главный удар по Южному фронту с выходом на нижнее течение реки Дон. После завершения операции против Южного фронта следовало ожидать удара на Сталинград. Наступление на Сталинград считалось вспомогательным по отношению к главному удару, который немцы нанесут в направлении нижнего течения Дона с целью прорыва на Кавказ. Разгром армии Южного фронта привел к опале Тимошенко. По донесениям штабов 28, 38 и 57 армии на восточный берег Дона вышли жалкие остатки соединений. Так, из 13-й гвардейской стрелковой дивизии вышло 387 человек, из 15-й гвардейской стрелковой дивизии 225 человек. Уже 13 июля командующий Сталинградским фронтом поставил перед Ставкой вопрос об эвакуации населения из Сталинграда. Он предложил вывести детей и женщин, не занятых на военном производстве. Начало сражения за Сталинград нельзя назвать обыкновенным для битв Великой Отечественной войны. Обычно перед началом атаки стороны соприкасались друг с другом. Перед началом этой битвы немецкие колонны шли на восток, показавшимся бескрайними просторами степей. Соединения советских армий в это время двигались к позициям Сталинградского рубежа, зарывались в землю. Немецкие части и советские дивизии разделяли десятки километров. Стояла необычная для фронта тишина, нарушаемая редкими полетами самолетов. Командование Сталинградского фронта выдвинуло вперед разведывательные отряды для выяснения положения и сил противника. Фактически они должны были установить контакт с двигающимися на Сталинград немецкими войсками. Кроме того, Тимошенко хотел узнать, есть ли у него время для перевода войск на новые позиции. Занимаемая 62-й армией оборонительная линия располагалась на открытой и доступной для вражеских танков местности. Более выгодной позицией были высоты в 15-20 километров от линии обороны 62-й армии. Передовые отряды планировали сформировать из курсантов училищ, усилив их артиллерийским дивизионом, танковой ротой и ротой, вооруженной противотанковыми ружьями. 8-я воздушная армия должна была обеспечить прикрытие с воздуха. Одновременно командующий Сталинградским фронтом рассматривал вопрос о возможности оказания помощи сражающимся под Миллерово окруженным войскам Южного фронта. Однако реальных возможностей для проведения деблокирующего наступления не было. Был сделан вывод, что изолированный удар не даст нужного эффекта и одновременно приведет к значительным потерям в силах и средствах Сталинградского фронта, что ослабит оборону Сталинградского направления. Именно в этот период Тимошенко предложил создать танковую армию в составе двух-трех танковых корпусов с артиллерийскими соединениями, двумя-тремя стрелковыми дивизиями и сильной группой авиации. Эту армию и планировали использовать для удара во фланг немецким войскам, наступающим на юг. Впоследствии такую армию создадут, и не одну. Танковые армии сыграют большую роль в Сталинградском сражении и в последующих боевых операциях. 17 июля считается общепризнанной датой начала Сталинградской битвы. Именно в этот день передовые отряды вступили в соприкосновение с неприятелем. В этот день в войск с немцами вступил передовой отряд, сформированный из состава 147-й стрелковой дивизии. Основой отряда была рота средних танков Т-34 и рота легких танков Т-60. Также в передовое соединение вошло два взвода автоматчиков, 4 стрелковых взвода, 6 расчетов ПТР и 3 противотанковых пушки. Вскоре битва запылала уже в полную силу. 20 июля 1942 года передовой отряд 33-й гвардейской дивизии атаковал Чернышевскую, занятую немцами. Схватка продолжалась с 5 утра до 19 часов вечера. Танки советского 651-го танкового батальона расстреляли по два боекомплекта боеприпасов. Потери уже были более существенными. 9-34 сгорело, один танк Т-34 был сильно поврежден и остался на поле сражения. В этот же день командующий фронтом Тимошенко подписал оперативную директиву за номер 0023, в которой были определены задачи Сталинградского фронта. Считалось, что немецкое командование после подхода оперативных резервов будет пытаться захватить район Сталинграда и выйти на Среднюю Волгу. Ставилась задача во что бы то ни стало сохранить за собой район Сталинграда и подготовить войска для контрнаступления в западном и юго-западном направлениях. Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны. 17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической оборонительной операции начался первый оборонительный этап битвы. Он продолжался до 18 ноября 1942 года. В ожесточенных оборонительных боях, развернувшихся в Большое излучение Дона, а затем в районе Сталинграда и в самом городе, была сокрушена наступательная мощь врага и обезврежена главная ударная группировка немецкой армии на южном крыле Советско-германского фронта. Также были подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление. 19 ноября 1942 года начался второй период битвы – Сталинградская стратегическая наступательная операция, которая закончилась 2 февраля 1943 года. Победа советских войск в Сталинградской битве стала переломным этапом в ходе Второй мировой войны. В ее результате советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны.